доброго времени суток дорогие друзья мы опять на нашем канале и сегодня разберем тоже очень интересную и спорную тему во многом это референсные плоскости то есть плоскости относительно которых мы начинаем гипсоваться опять же в артикулятор проводить все наши измерения и и сопоставляет модели это очень важный аспект и для диагностики для дальнейшей работы видите такой я смешной нашел фотографию до пассатижи артикулятор есть еще рук артикулятор и другие смешные моменты до для сопоставления модели но мы поговорим о более серьезных вещах это об использование референсных плоскостей и методов их переноса модели в монтажное пространство артикулятор первое что мы используем это лицевые дуги лицевые дуги могут позиционировать верхнюю модель верхней челюсти относительно черепных признаков по а кампперовской и франкфуртской горизонтали есть специальные методы для определения шарнирной оси называется аксиография кандилография где используется кинематическая лицевая дуга и мы позиционируем уже не относительно черепных признаков относительно осей вращения сустава дело в том что в самом артикуляторе также имеется ось вращения да то есть вот я открываю закрываю артикулятор и здесь присутствует вот эта самая ось поэтому если мы найдем ось вращения суставе и перенесем его в артикулятор мы получим достаточно точное воспроизводение воспроизведение ситуации в полости рта и на наших на наших работ как только вы определили установили лицевую дубу то череп мы можем измерять измерять как раз с помощью артикулятора дело в том что артикулятор сам по себе это прибор для измерения и вы видите что у нас появляются следующие референсные плоскости первое франкфуртская горизонталь идет от уха орион суборбиталис так под глазничной точке вторая по своей распространенности референсная плоскость это трагус и поднос к камперовская плоскость когда вы провели эти регистрации то вы можете что делать делать перенос ваших данных на теле рентгенограмму обратить внимание мы можем очень четко спланировать положение франкфуртской горизонтали с камперовской горизонтали сложнее потому что крыло носа является более подвижные да все мягко тканые точки достаточно в меньшей степени для нас стабильно очень важным аспектом является что мы можем переносить данные положения окклюзионной плоскости относительно франкфуртской или камперовской горизонтали для дальнейшей работы с этим он присутствует в артикуляторах специальные анализаторы окклюзионной плоскости дело в том что почему используется очень часто камперовская горизонталь считается что окклюзионная плоскость параллельно камперовской горизонтали поэтому когда вы например проводите протезирование полные съемные протезами то вы выравниваете верхний шамблон именно по камперовской горизонтали для того чтобы еще раз в дальнейшем техник видел как располагается протезическая плоскость и так что мы переносим с помощью лицевой дуги мы переносим положение верхней челюсти то как она находится в черепе относительно 3 реперных точек это на зион и два уха орион хиатус акустикус экстерна справа и слева но кроме положения самой верхней челюсти мы переносим еще очень важный аспект это ось вращения она располагается на 11 миллиметрах от трагус от середины до точки кантус это край глаза вы проводите линию берете линеечку 11 миллиметров отмеряете и там вы получаете среднестатистическую шарнирную ось в этой точке квадратный сантиметр вокруг который располагается средняя анатомическая шарнирная ось и лицевая дуга что делает она переносит это дело в артикулятор поэтому два момента положение верхней челюсти как в черепе и положение шарнирной оси и вы получаете еще раз трехмерную систему координат в рамках которой вы уже можете еще раз проводить различного рода измерения посмотреть на этом слайде я показал гипсовка одной и той же модели здесь пациент с полной адентий на верхней челюсти по карперовской горизонтали вы видите что модель стала фактически окклюзионная плоскость параллельно верхней раме и по франкфуртской горизонтали артикулятор с аэм модель стоит под углом верхней раме артикулятор все практически артикуляторы используют анатомическое строение разработан в свое время бонвилем он сделал первый артикулятор еще в конце девятнадцатого простите до девятнадцатого века 1896 год если мне не изменяет память но в общем-то эти принципы заложены во всех артикуляторах современных которые мы имеем на сегодняшний момент в следующем скорее всего видео я пару слов скажу немного других типах артикуляторов которых другой принцип закладывается но об этом немножечко позже и что нам это дает вы видите что мы получаем четкую расположение наших окклюзионных взаимоотношений в системе в монтажном пространстве артикулятора дальше любое движение по сути вот я сдвигая челюсть справа что я осуществляю я осуществляю движение как будто циркулем с точкой вращения где в мышечке механизма артикулятора то есть я делаю движение и осуществляю такой наш бугорок по сути это вот как у меня сейчас карандаш пищик идет поэтому когда вы моделируете скажем антагонист да вы видите где этот пищик то проходит и нужно сделать таким образом чтобы была гармоничная моделировка между окклюзии суставом и все это можно настроить в артикуляторы главное корректно перенести эти данные с черепа пациента в монтажное пространство артикулятора тогда точность моделировки будь то на керамике либо навозки как здесь показано будет достаточно высок это не я придумал обратить внимание это слайд из гизи его книги 1910 года и все эти моменты были уже достаточно давно описаны изучены прекрасно применяется уже большое количество лет если мы сделаем антамаж нижней челюсти вы увидите что расстояние межмышелковое не всегда соответствует 110 миллиметров и например в артикуляторах гизи он уже давал возможность изменять межмышелковое расстояние но в любом случае несмотря на то что у нас нет абсолютной какой-то точности при использовании артикуляторов она дает достаточно клинически значимую точность в работе увеличивает ее значительно и обратите внимание появление современных систем связано с оцифровкой и работа именно в цифре виртуальных артикуляторов именно этим нам и поэтому нам и возможно потому что мы можем оцифровать перевести математически пересчитать каждое движение в окклюзии то которое совершает человек мы можем таким образом перенести и в пространство виртуальное потому что у нас система четко может рассчитать каждое движение если ось вращения в суставе не совпадает опять же я хочу вас ваше внимание обратить на работу гизи обратить внимание что он сделал он сопоставил две модели и сдвинул ближе к оси вращения тут же появились что преждевременные контакты поэтому вот эти моменты связанные с работой в артикуляторе и точным переносом этих данных с помощью лицевой дуги играют достаточно значимую ключевую роль кроме оси вращения еще раз мы можем работать с окклюзионной плоскостью не только используя средние параметры дело в том что не всегда вот здесь это исследование показывает что не всегда у здоровых пациентов совпадение идет между параллельностью окклюзионной плоскости и камперовской горизонтали окклюзионная плоскость является собственной единицей которые мы можем использовать и которые мы можем ориентировать используем специальных приборов они их немножечко я позже скажу в следующем видео а сейчас хочу с вами попрощаться поблагодарить вас за внимание пишите пожалуйста ваши вопросы другие виды референсных плоскостей мы разберем плоскостей простите разберем в следующем видео а также как насколько важны эти настройки для нашей работы спасибо за внимание до следующей встречи